Радио Свободы, насколько мне известно, является правительственной структурой Соединенных Штатов Америки. И многие журналисты, аккредитованные здесь, в Беларуси, работают в качестве корреспондентов радио Свободы, радио Станции Свободы. Если они хотят работать в качестве штатных сотрудников радио Свободы, это одно. Но если они будут заниматься попутно, условно говоря, иной деятельностью, связанной с их работой в каких-то независимых телеканалах, телеграм-каналах, то это другое. И, конечно же, подобным действием, что в соответствии с законодательством, может быть, до нас отнесется. Более того, я хочу сказать, что мы контактировали с нашими американскими поддельными нас еще, и у нас одинаковые взгляды на этот вопрос. Пресс-секретарь ведет все вопросы, насколько мне известно, он мне всегда докладывает какие-то горячие новости. Во всяком случае, пока он не докладывал о том, что есть желание лишить кого-то аккредитации. Но, повторюсь, любой гражданин Республики Беларусь, независимо от того, какую бы должность он не знал, где бы ни работал, он обязан соблюдать соответствующие нормы нашего законодательства. Фамилия, которая была названа, я так понимаю, что в очередной раз я буду включен в список врагов прогрессивного человечества, но я хочу высказать свою точку зрения, скажем, персонобилия, которая была названа... Лосик? Да, по-моему, Лосик, там, насколько мне известно, он действительно вел какой-то там телеграм-канал, так или нет. Но он не аккредитованный журналист с работы? Не аккредитованный журналист? Он не аккредитованный, он внештатный консультант. Ну, внештатный консультант, значит, он тоже имеет какое-то отношение к радиостанции с работы. Я сказал, значит, надо четко отличаться. Если человек работает действительно, числится в штате, является внештатным сотрудником радиостанции, он должен, конечно, соблюдать соответствующие правила поведения, существующие в данной структуре. Если он параллельно занимается какими-то иными еще вещами и нарушает, возможно, белорусское законодательство, значит, могут быть предприняты соответствующие меры, и он должен понимать. Я полагаюсь на то, что соответствующие министерства и ведомства занимаются, скажем, той сферой, которой они обязаны заниматься. То, что находится в сфере компетенции ВД, пожалуйста, обращайтесь к сфере компетенции ВД, то, что находится в сфере компетенции Министерства информации, обсуждайте. Я готов изучить детальнее эту информацию и потом встретиться с вами, меняться в день. Министр внутренних дел, по-моему, вчера дал соответствующие комментарии, и комментарии, на мой взгляд, еще и больше. Конечно, иногда присутствует и человеческий фактор, когда возникают какие-то напряженные ситуации, и, возможно, иногда бывает какая-то, скажем так, немножко, может быть, чрезмерная реакция, но, тем не менее, после того, как разобрались со всеми, узнали дополнительную информацию, разобрались со всеми, и все были отпущены. Та информация, которую располагает Министерство иностранных дел, тоже позволяет в определенной мере судить о том, что, скажем, некоторые вещи не могут возникнуть спонтанно, а существуют, скажем, они организованы. В частности, огромное количество вот этих, о чем вчера, по-моему, говорил президент, фейков, которые служат основанием для выхода на улицы и так далее. Знаете, можете улыбаться, можете... Нет, я хочу просто... Но, ведь некоторые ваши коллеги из независимых СМИ, телеграм-каналов, неофициально так стыдливо нам говорят, что нам предлагают определенные суммы за то, чтобы разместили информацию о соответствующем содержании, о соответствующих персонах. Кто предлагает? Кто предлагает? И какие суммы? Не будем называть фамилии, но они у нас есть. Можете обратиться к пресс-секретарю, если он сочеток нужным, он может вам рассказать. За размещение в постах соответствующих там в Фейсбуке... Но кто предлагает? Это кто-то на территории Беларуси или кто-то за пределами страны? Еще раз говорю. Может быть, за пределами страны, может быть, на территории Беларуси, но такие вещи существуют и они есть. Я уже сначала с интересом читал о том, что пишут, в частности, при меня, и там обещали какие-то видео выложить. Ну, ждал с нетерпением. Хотя, конечно, сегодня можно снять под любые видео наподобие генпрокурора Скурата, да, по-моему? Или фигуры, похожие на генпрокурора Скурата. С нетерпением ждал, но, к сожалению, не появилось, поэтому суть разборника. А, последняя, вчерашняя, по-моему, вчерашняя ситуация. У сына президента 840 миллионов долларов обнаружили в одном из швейцарских парков, по-моему, кредит Свиз. Это сегодня банк, наверное, опроверг. Но мы официально запросили швейцарскую сторону о том, чтобы они нам предоставили эту информацию. Знаете, ну, когда я был помощником главой администрации президента, ну, наверное, я больше знал о личной жизни президента и, в том числе, возможно, о его финансовых счетах и прочее-прочее. Абсурд в чем ситуация? Абсурд в том, что те, кто бросают вот эту вот новость, они исходят, наверное, из того, что происходит в их странах. Ведь не секрет, что во многих государствах, не буду называть никаких, но сам процесс нахождения власти связан с определенным, не с определенным, а с серьезным обогащением. Так вот, я хочу однозначно сказать, что в Беларуси такого не было, нет и не будет, в самом случае, пока нынешнее руководство находится у власти. Это я могу сказать однозначно. Но, тем не менее, мы запросили швейцарскую сторону, официальную информацию швейцарской стороны на сейс-счет. Надеемся, что они предоставят ее нам. Более того, вчера у меня была возможность разговора с главой государства. Я попросил половину из этой суммы, если мы найдем, то передать посольству на развитие внешнеэкономической, внешнеторговой деятельности со швейцарской конфедерацией. Ну, если мы найдем. Я думаю, что, знаете, в чем проблема, я не буду признать это, и, может быть, и нам чаще надо встречаться, хотя мы не занимаемся расследованием тех или иных дел, серьезных дел, связанных сейчас с этими финансовыми операциями или махинациями. Я не могу сейчас сказать, кто прав, кто виноват. Занимаются соответствующие структуры комитета госконтроля, инвесерства внутренних дел, и иные структуры. Поэтому рано или поздно в любом случае дополнительная информация появится. Более того, знаете, мне очень понравились оценки Зенона Позняка. Я во многом с ним согласен. Это то, что называется «бачить сдалеку» или «бачить тратно». Видеть точно, что происходит, и оценки дают адекватные. Я думаю, что если бы он был в Беларуси и имел больше информации, то он бы дал более, может быть, еще более точные оценки ситуации. Идет расследование. Я думаю, что по мере появления каких-то деталей и в случае, скажем, если не будет нарушена тайна следствия, эти вещи будут представлены общественности. У нас, конечно же, существует изначально какое-то недоверие официальной информации, информации, отходящей от властей. Ну, это уже, пусть будет у каждого на совести, верить или не верить, но та информация, которой, во всяком случае, с которой с нами поделились соответствующие правоохранительные структуры, она действительно позволяет утверждать, что через этот банк осуществлялись определенные финансовые махинации. Но, еще раз повторюсь, давать конкретную оценку, тоже прерогатива генпрокуртуры, суда, соответствующих правоохранительных структур. Надо бы более аккуратно обращаться с такого рода терминами, политические заключенные, неполитические заключенные. Знаете, у нас тоже, наверное, есть не только масса претензий, но мы могли отнести массу примеров, когда в некоторых других странах задерживаются десятки тысяч, сотни. Вряд ли там задержатся претенденты в президенты. Может быть. А в некоторых есть и такие примеры. Весна занимается этим вопросом. Хорошо, это говорит о том, что есть возможность, создана возможность для деятельности в нашем обществе различных структур, в том числе и, скажем, оппонентов власти. Вы уходите от моего вопроса, Владимир Владимирович. Это подтверждает то, что мы спокойно движемся, я сторонник такого спокойного поступательного процесса нереволюционного, движемся к демократии. Мы ведем очень тесный, плотный диалог с Европейским Союзом. И, вы знаете, я, конечно же, они высказывают свое опасение. Мы высказываем наш взгляд, официальный взгляд на развитие событий. Я их прошу только об одном, чтобы они, анализируя ситуацию в Беларуси, делали свои выводы в основании объективного анализа ситуации. И официальной, и неофициальной. И вносили соответствующие предложения своей столице на основании этого анализа. Знаете, не хотелось бы, но скажу. Я думаю, что ошибка многих сейчас, неважно там внешних, внутренних сил, состоит в том, что все думают, что режим слаб. Я говорю это и как руководитель внешнеполитического ведомства, это человек. И все вспоминают 2010 год, что тогда тоже думали, что режим слаб, а сейчас еще более. Заверяю вас, что, если вы уже говорите о режиме, режим силен, спокоен. И разгонит всех в 2010 году? Нет. И мы уверены в том, что ситуация будет под контролем. Как-то я хочу сказать, что я понимаю, что после этого будет шквал критики лично в мой адрес. И, как сказал, уже буду включен в очередной списке врагов прогрессивного человечества. Но, тем не менее, исходить надо из этого. И надо подумать, что лучше, совершать какие-то провокационные действия. Я не говорю сейчас, что кто-то уже совершал и прочее, но теоретически. Или совершать провокационные действия, вызывающие действия, революционные действия. Или же все-таки пройти эти выборы. И я убежден, что если случатся нежелательные события, которые отбросят нас в 2010 год, или которые завершатся результатами подобными на 2010 год, то уже третьей оттепели не будет. Восстановление нормальных отношений с другими странами займет намного больше времени, нежели это было, скажем так, после 2010 года. В моем понимании, это не общество, не государство, не выбор. Более того, государство, власть абсолютно не заинтересованы в таком исходе событий. Я убежден, что в этом должно быть заинтересовано и общество. И это позволит нам, убежден, после выборов двигаться намного быстрее в различных сферах и областях. И в сферах совершенствования законодательства, и в совершенствовании политической системы, и так далее, и тому подобное. Но это мой личный взгляд. Это даже не взгляд на место, а мой личный взгляд на ситуацию. Вы знаете, социальные сети или, скажем, некоторые вещи, которые происходили, цепи солидарности и прочее-прочее, это для меня лично не показатель того, что назрели такие страшные перемены. Что для вас показатель? Что? Что для вас показатель, что общество созрелых перемен? Я не думаю, что через какие-то действия на улицах можно изменить ситуацию. Я однозначно считаю убежден, и вряд ли вы сможете оспорить то, что за последние 4-5 лет, после того, как начали восстанавливаться отношения с Европейским Союзом, с другими западными странами, мы достигли намного больше, чем за предыдущие 15-16 лет санкций. И сейчас, когда мы реально начали работать над диверсификацией и внешнеполитической, и внешнеэкономической деятельности, скажем, развитие событий по нежелательному сценарию, оно поставило бы точку на этой сфере. В моем понимании, я убежден, что это никому не нужно и не выгодно. Более того, это однозначно оставит под угрозу самогосударственного старшества. Значит, еще раз повторюсь. Я не владею всей информацией, связанной с конкретными людьми, но в моем понимании, мы запрашиваем официальную информацию тех структур, которыми этим занимаются. Если были совершены какие-то действия, значит, наверняка были серьезные основания для этого. Я не представляю, как может действующий президент, скажем так, один из кандидатов, тоже президент, и будучи принять такое решение в разгар серьезной политической кампании, не имея на то достаточно серьезных оснований. Наверное, были взвешены все за и против, и было принято соответствующее решение. Еще раз повторюсь, я никоим образом не хочу вмешиваться в прерогативу других институтов, которые занимаются расследованием этих дел. Давайте подождем немного, потому что я убежден, что рано или поздно дополнительная информация появится на всей счет, и она будет озвучена. Вот я забыл сказать, один из, по мой взгляд, таких вот серьезных недостатков, то, что, наверное, не всегда соответствующие структуры умеют четко, конкретно и по горячим следам довести соответствующую оперативную информацию. Мы сейчас запросили Министерство здравоохранения, скажем так, запросили их мнение относительно ситуации, эпидемиологической ситуации в Беларуси, хотя мы ее знаем, о том, как нам действовать в случае приезда иностранных наблюдателей на эти выборы, и, скажем, на основании их информации мы затем уже будем формулировать наше предложение. Но, да, я хочу проснуться в спокойной, свободной, миролюбивой стране, которая действительно, где мы будем общее будущее строить общими силами. И, по-вашему, в такую страну нас приведет только Александр Лукашенко? По-нашему, придет эту страну в будущее любой выбранный демократическим способом президент. Спасибо.